Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Прочитал душераздирающую статью, на самом деле, конечно, все вы уже знаете. Не стоит говорить о том, что не стало Юрия Шатунова. Новости до сих пор публикуют и еще, наверное, долго будут публиковать. Зависит это, конечно, от диапазона, так скажем, от масштаба личности, правильно сказать. Масштаба личности, потому что, конечно, десятки миллионов поклонников. И, вы знаете, стало известно о том, что дочь Юрия Шатунова отказывается принимать смерть отца. Это, конечно, огромная трагедия. Огромная трагедия для детишек, когда они в таком возрасте, когда, особенно дочка, это всегда папина дочка. У папы с дочкой всегда особые взаимоотношения. И, конечно, всегда, ну это просто очень тяжело ребенку осознать, принять. Не только девочки. Я имею в виду, что в данном случае, вот по смыслу статьи пишут, что у Шатунова, у Юрия именно с дочкой были такие особые отношения. И когда ты человек взрослый, как-то это можно, и то тяжело, но философски осмыслить и так далее. А ребенок, конечно, пока лишен возможности. Значит, дочь Юрия Шатунова не поверила в смерть отца и кричала, папа, вставай. Да, друзья, до слез, конечно, было читать эту статью. Пишут, дочь Юрия Шатунова не смогла поверить в смерть отца. Напомню, что на 49-м году жизни скончался Шатунов. И вот что пишут, рассказывает директор Шатунова Аркадий Кудряшов. Жена Юры держится, она молодец, сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно беспокоит. Кричала, папа, вставай. Отказывалась, зовут ее Эстелла, девочку. Отказывалась она до последнего верить в то, что папы нет. И я так понимаю, вот именно для этого, именно для этого, 9 лет, девочки, именно для этого вдова, супруга Юрия Шатунова привезла детей, потому что девочка только когда увидела Юрия Шатунова в гробу, тогда как-то пришло понимание, что вот это случилось, да. Да. И я думаю, что для этого она и привезла детей, чтобы дети увидели. И как-то, потому что мгновенно он уехал из Германии в Россию, пришла эта новость, и как-то все, нет и все. Чтобы увидели, чтобы как-то простились, наверное, и так далее. Таким путем. Значит, да, конечно, огромное соболезнование выражаю. И, к сожалению, что девочка в таком возрасте осталась без отца, это, конечно, огромное. Уверен, что Юрий Шатунов убежден даже в этом. Знаете, я читал одну книгу, это связано с, что человек чувствует в момент смерти, что после смерти, возможно, на основе, так скажем, медицинских наблюдений каких-то и так далее. И вот один медик пишет, что человек в момент смерти, так скажем, хватаясь там за жизнь какими-то последними силами, вспоминает, находясь даже уже порой там в вагоне, не зря вот непосредственно перед смертью наступает какое-то вот просветление. Человек может взять и что-то сказать, какую-то фразу, очень осмысленно, очень. И человек вспоминает и думает о самом ценном жизни, о самом для него ценном. То есть, когда, например, спрашивают, о чем человек, интересно, думал в момент смерти, о самом ценном человек думает. А что самое ценное? Семья, дети. Поэтому в данном случае убежден, что Юрий Шатунов думал, конечно, в этот момент только о своей семье, о детях, о самом ценном, что у него, собственно говоря, осталось. Но надеюсь, что девочка это переварит. Наверное, вам потребуется, может быть, ну, это я так предположу, я не знаю, какая там ситуация, может быть, помощь психолога не помешала бы данной ситуации. Друзья, что думаете на сей счет? Хотя тут что думать? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому интересно смотреть мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна. Новости здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И телеграм-канал Будда Гришна. Новости там. Политика, да и не только политика, с моими комментариями. Все. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.